Глядачам представили три разноплановые фильмы – мелодраму, военную драму и историческую киностушку. Фильмы демонстрировались на мове оригинале с русскими субтитрами. Как отзначил генеральный директор Куб Гомель киновидеопрокат Александр Лауриненко, корейские фильмы на великим экране у Гомеля можно увидеть усяго несколько раз на год. И, конечно, это мультфильмы для детей. А с великим кинокорей массовый глядач мало знакомы. Корейцы умеют снимать качественное, высокохудожественное, высокоинтеллектуальное кино. И вот примерно образцы такого кино с любезной помощью и благодаря поддержке посольства Республики Кореи в Республике Беларусь мы имеем возможность сегодня показать нашим гомельчанам. Перед показом опошняга в программе фильма до глядачу звернулся надзвычайный и полномоцный посол Кореи в Республике Беларусь Ян Джун Хмо. И он выказал подяку гомельским уладам замахчимость представить культуру своей краины. А кроме того, посол был приемно уражен заполненностью залы. Жадающих трапеть на опошню вечерний сеанс было больше, чем месту. Боевики, конечно, вызывают более интерес у зрителей, но именно те фильмы, которые драма, исторические фильмы, они больше передают историю Кореи. Первый фестиваль стал выдатной махчимостью для гомельчан просякнуться с зачарованием корейского кинематографа. Супрацовничество у культурной сферы помеж Гомельщины и Кореи плануется развивать и в дальнейшем. Катярина Сапельникова, Яугин Макеенко, телерадиокампания Гомель.